Лучший цветущий многоквартирный дом. Наряду с табличкой 2010 года на входе в подъезд надпись большими красными буквами ведётся видеонаблюдение. Первые камеры на фасаде появились ещё 11 лет назад, когда в дом стали заселяться жители. К вопросу безопасности, как и архитектурному облику, здесь подходят серьёзно. Своими силами сделали палисадники, игровую площадку, огородили территорию, установили дополнительное освещение и камеры. Обстановка во дворе записывается на жёсткий диск. Данные хранятся до 10 дней. У нас на крыше стоит аппаратура там специально. И у нас есть человек, который проверяет, который чистит эту аппаратуру обязательно. Меняют, если вдруг поломалось, обязательно меняют. Мы все своими силами всё делаем. Специально, чтобы безопасность, потому что очень плохо здесь, мало ли, кто вокруг, что домов ходят. По такому же пути пошли и жители других домов. Два года назад от чужих людей закрылись на улице РОС-82. Теперь, кроме постояльцев, на придомовую территорию никто не попадёт. Двери и калитки на кодовых замках. У детей своя игровая площадка. Чисто и тихо. Мы тут терпели вокзал, всё это скопление людей, рынок, движение. По ночам вообще здесь творилось. Два тотализатора, разборки, драки. Ну вот приняли все собственники решения, проголосовали. 93% заграждения при домовой территории. Собрали деньги, всё. Поставили забор, видеокамеры, обезопасили себя. Теперь люди живут спокойно. Спокойствие теперь и у жителей двух этих домов. Дети в буквальном смысле за двумя замками. Закрытая площадка и посторонний человек не зайдёт во двор. Видеонаблюдение ведётся на входах подъезды. С другой стороны помогают камеры, установленные на входе в салон красоты и на фасаде магазина спортивных товаров. Такие меры безопасности должны быть в каждом дворе во всех четырёх районах курорта. Центральный пока на втором месте по показателям. В нашем экране у нас более 65 домов, многоквартирных домов. Процентов 20 уже ограждения установили. Желание есть, но немножко сложно осуществить. Где-то это финансовая часть, но люди готовы тратиться. Но большинство – это организационный вопрос. Лидер по установке камеры видеонаблюдения в домах – Хостинский район. Адлер и Лазаревский только начинают вооружаться. Хотя решение о необходимости обеспечения таким образом антитеррористической защищённости населения было озвучено полгода назад соответствующей комиссией. Организовывать видеоконтроль должны в зависимости от форм собственности управляющей компании или ТСЖ. И невыполнение постановления грозит уголовной ответственностью. Функция обеспечения безопасности и техническое обеспечение этой безопасности лежит исключительно на собственнике. А собственник нанял или определил на себя форму управления, либо нанял управляющую компанию. Всё. Значит, будет не здесь исполнитель, а исполнитель здесь – управляющая компания. Мы должны сегодня были эту работу выполнить. Кто её не выполнил, мы вынуждены будем подавать в суд на управляющую компанию. В Сучу уже установлено 6000 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» в онлайн-режиме. Они показывают обстановку в скверах, парках, дорогах, пляжах и других местах массового скопления людей. А вот о безопасности во дворах должны позаботиться сами жители. Установка камер с удалённым доступом и обслуживание оборудования выходит на сумму 1 рубль за квадратный метр, то есть с одной квартиры до 1 тысячи рублей в год. Конечно, это дополнительные траты, но стоит ли экономить на собственной безопасности?